Приветик, я сейчас буду гладить Димкины маечки и решила подключиться немножко с вами У нас дом очень жарко, тут я сейчас балкон закрою, так у нас все окна открыты Балкон открыт, но когда Дима дома я конечно балкон с окнами так на растопашку не открываю Так, в общем, хотелось с вами поделиться своими впечатлениями, в общем, по поводу прививки Хотела сказать, получается, вчера я сделала прививку и хотела просто рассказать, какие побочные эффекты В общем, весь день я себя чувствовала вообще прекрасно, как будто ничего не было, но к вечеру, получается, прививку они делают в левую руку, вот в эту часть Вот, и к вечеру я прям чувствую, я уже руку не могу поднять, знаете, она такая вот прям, как сказать, тяжелая была, ну, то есть мышцы напряжены были Вот, и я даже Сережу просила в каких-то моментах, чтобы он там овощи помыл у нас, ладно, потому что некомфортно было Вот, это что касается руки, и не могла вот, когда легла спать, ложиться на эту сторону, получается, я вообще вот эта страна, любимая на левой стороне, в основном только сплю В общем, нет, вот, что здесь дискомфорт у меня было, потом, смотрю, уже где-то мы пока на речке были, потом поехали в деревню, там еще сидели, в общем, гуляли И уже дома приехали к 8 часам вечера, наверное, были, вот, и я чувствую, меня начало бросать в жар Я еще Сережа, говорю, сейчас такая духота непонятно, то ли у меня температура поднимается, то ли из-за того, что на улице пекло Все равно хоть солнце скрылось, я все равно вот эта духота осталась, стены, получается, в квартире в течение дня все равно нагреваются Я хоть стараюсь жалюзи опустить на кухню, чтобы солнце так это не пекло, но все равно, вот В общем, приехали, поужинали, вот, и думаю, дай померить температуру Померила, у меня, короче, температура сначала, получается, была 37,2 Потом я уже легла ближе к 9,5-10, димку укладывать спать и чувствую, у меня там ничего, у меня холодно, представляете? Дома духота, у меня холодно, я сразу поняла, как бы, то, что температура, получается, я делала на себя махровый халат теплый, накрылась двумя одеялами, я лежу, меня, знаете, трясет от холода В общем, с Димой, вот, я, получается, сразу уснула, ну, часов в 9, наверное, было время Вот, в 11 проснулась, короче, смотрю, Сережа еще на кухне там сидела, в общем, чай пила И это, померила я температуру опять, что-то мне прям не спится, не спится, пошла вот с ним, посидела, померила в 38, 38,5, по-моему Это вот в 11 вечера у меня была Вот, и я сразу, как бы, приготовила, когда Димку укладывала спать, процитамол, чтобы тут не греметь, не лазить, сведения включать Думаю, если что, пойдемте, сразу ночью выпью и лягу спать И все, получается, вот я как померила, 38,5, я выпила процитамол целую таблетку и легла спать И все, я тут раз спала, а единственное, у меня еще всю ночь очень сильно болела голова Вот, мне кажется, это нормальное явление Потому что, я говорю, вот, много уже с кем взговаривала и в больнице, вот кто там на вторую прививку приходил Это, как бы, это нормальный эффект такой Но, естественно, я, как бы, в этом ничего страшного не вижу После каждой прививки может подняться температура, в этом ничего особенного нет Вот И вот все нигде стало Сейчас, получается, у меня температура 37,5 Ну, в принципе, я себя чувствую нормально Демку сегодня в садную привела, Сережа была сам отверг, потому что ему надо было, ну, в больнице тоже сходить в больничный закрыть Вот Так что, такие дела А так, я говорю, в принципе, нормально Рука уже получше стала То есть я могу ее поднимать, потому что я вечером вообще не могу ее поднять Ну, прям, вы тут, знаете, сжалась, прям такая боль, прямошлит Как изнутри она горела Ну, потому что мышцы уколы был сделан А так, как и в целом, нормально Я думаю, в течение дня я оклемаюсь Может, даже температура упадет Я больше не таблеток, ничего не пила Единственное, вот сегодня выпила половинку таблетки Пенталгин Даже голова болела, вот и ночью болела И утром стало, вот, затылок болело Я таблетку выпила, и все, в принципе, я себя нормально чувствую Вот, такие дела Так что, вот, с вами я поделилась Напишите вообще в комментариях, как вы относитесь к прививкам Ну, что вы вообще об этом думаете И вот, и кто делал прививку, вообще какие побочные эффекты были после прививки Было бы интересно почитать Ну, я думаю, все нормально будет Все пойдет, сделаем вторую прививку Все будет хорошо Вот, если вот Я вообще нисколько не пожалела, что я ее не делаю Так что, такие дела Ладно, сейчас я поглажу Диме на кофточке все У меня на балкон еще одна стирка уже сейчас вывесила Сох, ну, сейчас в течение получалось уже все вещи высохли Вот, сразу все перекладить Пока время есть И все На завтрак решилась печь блинчики Что-то на самом деле давно уже не пекла У нас там есть и сметана, и джем в холодильник Так что, кто с чем захочет Дима, муж из сада, если останется, тоже придет поезд Мне прям захотелось блинчиков У меня тут холодный чай Стаю пью, потому что очень жарко Окна везде вроде открыты в квартире Но особо это не ощущается Я вообще, знаете, что хочу посмотреть Мой какой-нибудь маленький вентилятор приобрести У меня был вентилятор Я еще когда работала, покупала себе на работу Небольшой у меня был Походила в декрет, забрала его с работы Где он? Я не помню, куда я его делала Выкинуть я вот очень не могла Потому что он хороший был Специально как-то себе для работы купила Потому что у нас на работе вообще там дышать нечем было У нас ноги с вентиляторами приходили со своими на смену Вот Я, в общем, если не найду Думаю, может, какой-нибудь небольшой Приобрести, потому что когда вот дом работает Духовка включена Либо полдня проводишь за плитой Но очень тяжело, когда такая духота По поводу кондиционера Мне тоже писали, типа Ну, почему не повесь кондиционер Честно сказать, не вижу смысла Так, сейчас я камеру на разверну Не вижу смысла приобретать кондиционер Потому что Ну, начнем, во-первых, с того, что у нас другие заводы Помимо этого у нас как бы нет лишних каких-то средств На его покупку Да и даже если бы я был, мы бы не стали заморачиваться Устанавливать его Потому что у нас В Подмосковье жара как бы У нас, можно сказать, лет-то причем нету Это вот в этом году выдался А так бывает то, что все лето дожди Вообще, там, две недели, может быть, жара постоит И дожди могут все лето лить То есть у нас жары как таковой нету В течение года, даже в сезон А покупать кондиционер Там выкидывать нельзя, сколько он 20-30 тысяч стоит Мне проще купить вентилятор Вот поставить его на микроволновку Пусть он не обдувает Тут крутится вокруг меня Кондиционер Во-первых, тоже И вон, как, если подключать Может, так же и продуть Но, в принципе, так же такой вентилятор Тоже может продуть Ну, не знаю Мы вот, на самом деле Для нас это бесполезно Покупка, так скажем Потому что, я говорю, у нас нет такого крема Чтобы постоянно, как-нибудь там, вжарал Была, поэтому нам повезло Просто в этом году С погодой так Можно перетерпеть В общем, это все Я не использовался У некоторых соседей стоят Кондиционеры Но это дело каждому Кому-то, кто-то видит В нем смысл в приобретении Мы не видели, на самом деле Так, ладно, будет Ведь блинчики Не знаю, можно было бы побольше теста замесить Потому что у нас блинчики все любят Но у меня мука закончилась В общем, так переживала, что не хватит Вот такое тесто Я люблю тоненькие блинчики Толстые не любят И не люблю, знаете, какие блинчики Некоторые жаль, знаете, прям, чтобы такие зажарки По краям были Мне вообще не нравится Это масло прям А что вытекает, все хрустит Я люблю вот такие тоненькие, без всяких зажарок масляных Вот эти две маленькие сковородки Я на них только блины пеку Больше ничего не готовлю Такие старенькие, но практичные Мне они полностью нравятся Эти сковородки Объехали в деревню Чем-то новенького Когда он вчера, да, приходил Делал вентиляцию Вот так пока Начальный процесс Ну а потом, что он тут будет делать еще А вот эти две трубы, это куда они пойдут? Вот сюда А внизу, а тут котелы, да, будут или что? Ой Вон они как высоко идут Это из крыши они будут выходить? Да Ну ладно, на крышу тут поставить Вот это вот Фигня, как она называется? Да сюда еще будет одна такая Тихо-тихо порежешь Гриб Как она называется? Козух В общем, ну такие дела Сегодня он не приезжал А ночью там с машиной произошло Сказал, машина сломалась Все, пока вот так оставила Сережа сразу ему сказал Чтоб он не торопился Тож как бы не к спеху Вот я что-то прям И он их сегодня закручила Пойдем, выходи на улицу Что ты хочешь? Чего там? Пойдем Ну а тут без изменений Пока вот череж почти весь песок Переносил сюда Вот И теперь он там немножко осталось Обладкой здоровой куча Где у нас внутри провод Вот Потом он, в общем, если дождей не будет Вот это все дело Польет, прольет Вот, чтобы земля влажной Песок был И трамбовкой будет Тут проходишь Чтобы ровненько было все Так что вот такие вот делишки А тут вот вчера Грабли что-то Собирали траву Сережа тоже Косил Тут вот есть Ну он по несколько раз проходит Потому что вот видите Вот эти сучки торчат Где ему бегать Чтоб ноги не царапали И складывает все Вот такие пакеты На пленку Потому что в мешке Это вообще не вариант Я ему предложила Я говорю Что случилось? Где он что-то весь изнылся Что хочет Непонятно Сам на ней не знает Вот Я говорю Зачем мы постоянно Возьмем Если проще Освободить Одну бочку Одна под воду Другая Вот у нас дрова Мелкие Я вам в прошлый раз Показывала Заваленные Вот Я говорю Просто Одну освободить И туда сены Кидать И сжигать В этой бочке Говорит Бочка Из портика Да и она нафиг Не нужна Эта бочка Пусть портится Нам что Вот Которая Вот эта Перемотана Там вот дрова Вот эта Получается Под воду Он уже все Высхал Сюда просто Кидать Сено И сжигать Что я постоянно Возить Эту траву Дай Как вы думаете Правильно Я думаю Или нет Отойдя Что там Крышка Колодца Открыта А это Ничего Ни тут Закапываю Эту яму Трубу Утеплял Да Закапывала Крышка Что там Закрыл Вот так Вот теперь У нас тут Нет Не надо Пошли Познай Что там Папа Делает К папе Пойдем На мере Треть Сладкий Пойдем Пойдем